Девочка-пай У молодых женщин редко бывает счастливая личная жизнь. Особенно если у них общий бизнес с мужем. Посвятив свою жизнь, карьере и бизнесу, легко перестать быть женщиной в глазах у мужа. Так и случилось с Ларисой Ильиной. В тот день Лариса пришла на работу чуть раньше мужа. Необходимо было подготовить важные документы для переговоров с партнерами. Оля, ты уборщица. Что это такое? Ну что, для начала по кофейку. Чайник поставила? Что это такое? Как что, лифчик? Олег Ильин, 35 лет. Генеральный директор фирмы. Муж Ларисы. Чей? Не знаю, твой, наверное. Слушай, не поясничай. Лариса Ильина, 32 года. Исполнительный директор фирмы. Если бы он был мой, я бы тебя не спрашивала. Кто к тебе приходил? Уборщица. И это она раздевалась? Слушай, ну... Слушай, не увиливай. Я тебя спрашиваю, кто к тебе приходил? Ну хорошо, хорошо. Ну заходил вчера администратор, что документы заносил. Ну между нами ничего не было. Это только потому, что вы не успели. Наверное, только потому, что я вернулась за бумагами сюда. Теперь мне понятно, почему она выбежала отсюда, как ошпаренная. Ну послушай, ну с кем не бывает. Бес попутал. Ну ладно, все, хватит истерить, давай работать. Мы с Олегом создали фирму несколько лет назад. Конечно же, все легло по большей части на мои плечи. Так как платить мы поначалу много не могли, мы нанимали в менеджеры просто неопытных студентов. Ну и, соответственно, с ними возилась тоже я. А как складывались ваши личные отношения с мужем? Вы знаете, поначалу все было ничего, но в последнее время мы стали очень много ссориться. В основном за работой, конечно. Но несколько дней назад я обнаружила у него в кабинете чей-то бюстгальтер. А вы поговорили с мужем? Поговорила. Но он тоже мне подтвердил, что ничего серьезного нет и просто бес попутал. Но я вдруг стала смотреть на нашу жизнь совсем другими глазами. Ну, не приставай, дай новости посмотреть. Приготовь что-нибудь поесть. Ты знаешь, я забыла в магазин сходить. Но я сейчас посмотрю, может быть, пицца в морозилке осталась? Опять пицца. Ну ладно, давай, чего с тебя взять? Ты же, наверное, не помнишь, как мясо жарится. А что убираться-то перестала? Смотри, пылища какая. Скоро вообще на экране ничего не увидим. Ну, а когда мне убираться и готовить? Ну, осталось бы как-нибудь и убралась. Да? А кто на себе работу все будет тащить? Я уж как-нибудь справился бы. Много ты справлялся. Забыл, сколько я писем написала и сколько людей привлекла. Ну, не начинай. Лучше пиццей своей треклятой займись. Понимаете, я вдруг поняла, что бизнес отнимает у меня практически все время. Мне абсолютно некогда заниматься собой, семьей, мужем. Есть только работа, карьера. И это главное. И наши отношения с мужем из супружеских превратились в просто рабочие. Может быть, не стоит все воспринимать так серьезно. Может быть, ваш муж вам совсем и не изменял. Но если вы все поняли и займетесь собой, все постепенно и наладится. На следующий день Лариса и Олег провели собеседование с двумя кандидатами на должность администратора. Ну что, по-моему, этот мальчик нам очень подойдет. Ну, почему не девочка? Потому что девочку мы только что уволили. И тебе отлично известно за что. Ты что, мне решила в офисе мужской монастырь устроить? Нет. Ну, просто я думаю, что этот роман действительно лучше. Он производит впечатление довольно серьезного человека. Я думаю, что он будет хорошо продвигаться по службе. И все будет хорошо. Ну, по-моему, Кирни чуть не хуже. Настойчивость мужа только укрепила в Ларисе мысль, что муж ей изменяет. А тебе разве не известно, что девушки рано или поздно выходят замуж и уходят в декретный отпуск? Поэтому рассчитывать на них нельзя. Ну, ты-то не ушла в декретный отпуск. Ты всегда знаешь, как ударить меня побольнее. Ну, не надо все переворачивать. Я просто хотел сказать, что надо взять девочку. Потом не забывай, что я все-таки генеральный директор. Конечно, конечно, ты. Но я такая же хозяйка фирмы. Но почему-то возиться с менеджерами вынуждена я. И только я. Никто не спорит. Ты просто незаменима. Ты просто хочешь еще одну молоденькую любовницу. Под бог себе. Все, я уезжаю на такси. Лариса внимательно приглядывалась к новой сотруднице. Скоро она заметила, что Олег по поводу и без повода вызывает девушку к себе в кабинет. Кира, зайдите ко мне еще на одну минуту, а забыла вам кое-что объяснить. Да, конечно, Олег Вадимович. У Ларисы показалось, что ее опасения были не напрасны. Вам что-то непонятно? Да нет. Кира Веселова. 21 год. Выпускница факультета менеджмента экономического вуза. Я просто... Олег Вадимович... Я просто хотел показать нашей новой сотруднице динамику роста фирмы за последние годы. Ах, вот как. Думаю, Олег Вадимович, вам не стоит тратить на это время. Я вполне могла бы показать ей это сама. А вам, Кира, пора бы заняться делом. Контракты мне нужны срочно, а мне вам нужно еще показать, как их составлять. Пойдемте. Лариса искала, к чему бы придраться, но Кира действительно работала хорошо. Вы подготовили контракты? Конечно, Лариса Сергеевна. Вот они. Угу. А цены откуда взяли? Из того прайс-листа, что вы мне показывали. Адрес по клиентской базе? Да, даже два раза. А спецификацию подготовили? Да, ее нужно только распечатать и можно проложить к договору. Теперь вам нужно эти контракты отвезти к клиенту. А подпись Олега Вадимовича? Мне отнести их ему? Нет, не надо. Я сделаю это сама. Хорошо, Лариса Сергеевна. Послушай, давай поговорим о нас. Ну, о чем тут говорить? Ну, как о чем? Сначала история с секретаршей, с администраторшей. А потом... Потом ты с этой Кирой глаз не сводишь. Ну, что ты выдумала? Ничего я не выдумала. Да, не свожу. Ну, а кого мне еще смотреть? На тебя, что ли? Я тебя и так каждый день вижу. И днем, и ночью. Лучше бы ты посмотрела на себя в зеркало. Ну, на кого ты стала похожа? Да я смотрела. Ты думаешь, я сама себе нравлюсь? Но я же устаю. Я все время работаю для нас с тобой. Ты просто ничего не хочешь замечать. Вот и все. Ну, почему ж? Я как раз все замечаю. Дома не убрано. На ужин одни полуфабрикаты. Я не помню, когда последний раз по-человечески ел. Послушай, я не могу все успевать. Понимаешь? Не могу. Ты знаешь, что я последние две ночи просидела над нашими бумагами. Ну, другие-то как-то все успевают и работать, и за собой следить. И дом в чистоте содержать. Хотя вечно какие-то оправдания найдутся. Ночью Лариса опять не могла уснуть. Работы на этот раз не было, но обидные слова мужа не выходили у нее из головы. Лариса Ильина с мужем Олегом создали свою фирму. Все заботы о семейном бизнесе легли на ее плечи. Отношения между супругами превратились в деловое партнерство. К тому же Лариса ревновала своего мужа. И для этого у нее были причины. После бессонной ночи Ларисе казалось, что она нашла выход из сложившейся ситуации. Ты знаешь, я все обдумала. Ты абсолютно прав. Приятно слышать. Мне нужен помощник. Согласен. Сегодня же размести объявление в интернете. А зачем в интернете? Ты помнишь, к нам приходил вместе с Кирой Роман? И поскольку я взял Киру, ты хочешь мне назло взять Романа? Ну ладно. Если ты это воспринимаешь как обмен пешками, давай, бери его и посмотрим, кто окажется лучше. Лариса Сергеевна, а как мне войти в базу данных? Тут какой-то пароль есть? Лариса старалась все время быть рядом с новым помощником. Вот клиентская база данных. Роман Малышев, 22 года. Выпускник экономического вуза. Ларисе хотелось показать мужу, что Роман к ней неравнодушен. Лариса Сергеевна, у вас каблук сломался. Я вас отпускаю в обувную мастерскую. Разговор с мужем меня совсем расстроил. Понимаете, он не слышит меня, он только обвиняет. И никак не может понять, что я... Я очень устала. В общем, мне пришлось взять помощника. Правильно. Так у вас появится время и на парикмахера, и на домашние хлопоты. Ну, вы понимаете, я преследовала другую цель. Я надеялась, что муж станет меня ревновать. И вам удалось вызвать ревность у вашего мужа? Да в том-то и дело, что нет. Да и сам Роман тоже ко мне никакого интереса не проявляет. Неужели я так плохо выгляжу, что уже никому не нужна? Напротив, очень интересная женщина. Но, возможно, интерес вашего мужа можно вызвать как-то по-другому. Как? Ну, например, заботой о нем. Не о вашем общем деле, а о нем, как о личности, о человеке. Ну, о мужчине, в конце концов. Лариса решила послушаться совета психоаналитика. Ушла с работы пораньше, чтобы приготовить настоящий домашний ужин. Ну, ты пока мой руки, и у меня скоро все будет готово. Я не буду сегодня ужинать. А я столько всего наготовила. Сегодня у Кирова закончился испытательный срок, и я заказал в офис пиццу на всех. Ну, ты же говорил, что пицца тебе надоела хуже горькой редьки. Так и ее есть, но Кира ее просто обожает. Ах, вот как! Лариса убедилась, что Кира ее соперница. И чтобы избавиться от нее, была готова на что угодно. Кира, а где вчерашний договор, который мы вчера подписали? Лариса Сергеевна, я не понимаю, когда он мог подеваться. Я его распечатала и положила вот сюда. Теперь не могу найти. Но я его найду обязательно. Вы не беспокойтесь, Лариса Сергеевна. Ну, знаете, это надо умудриться. Вы хоть понимаете, что этот договор подписан новыми партнерами? Я понимаю все это. И они уже, послушайте меня, улетели в Германию. Так что немедленно найдите договор и отнесите его в кабинет к Олегу Вадимовичу. Понятно? Понятно. Ну вот, твоя расчудесная Кира потеряла договор с нашими немецкими партнерами. Странно. Вообще она очень аккуратная. Завалилась куда-нибудь, найдется. Если бы она была так аккуратна, как ты считаешь, у нее ничего никуда не могло бы завалиться. Ну, чего так не цепляешься? Девочка отлично работает. С английским, правда, у нее не все хорошо где-то на уровне средней школы. Но я решил ее послать на курсы за счет фермы. Пусть подучится. Ты еще зачем? Международную выставку поедет. На стенде поработает. Это очень полезно ей будет. Подожди, но мы же всегда ездили вместе. И мой английский тебя устраивал. Ты что же, в этом году мы поедем втроем? Почему втроем? Мы с ней поедем, а ты здесь за делом присмотришь. Подожди, то есть ты собираешься меня оставить дома, а с ней поехать вдвоем? Ну, а что здесь такого? Должны мы хоть когда-нибудь расставаться, чтобы отдыхать друг от друга. Я, пожалуй, домой пойду. У меня что-то голова заболела. Ты с этим начальником, да? За границу? Вдвоем? Совсем стыд потеряла? Жмешься с ним по углам? Да как ты мог так обо мне подумать? Лариса была озадачена. Она знала, что Кира и Роман – однокурсники. Они вместе приходили на собеседование. Но эта сцена явно говорила о том, что их отношения гораздо ближе, чем казалось. На следующий день Лариса решила окончательно избавиться от соперницы. Вы нашли договор? Нет. Я надеюсь, вы понимаете, насколько это серьезно. Я вынуждена вас уволить, Кира. И на защиту Олега Вадимовича вы можете не рассчитывать. Да я не рассчитываю. Но я действительно не виновата, Лариса Сергеевна. Олег Вадимович пригласил меня поужинать вместе. Потом рассказывал о выставке и пытался меня поцеловать. Я ему отказала. А Ромка слышала об этом разговоре и преревновал меня. Преревновал? А что у вас за отношения с Романом? Что он вас преревновал? Мы это долго скрывали, но теперь уже все равно. Мы с Ромой живем год вместе. Подали заявление в ЗАГС и скоро поженимся. Плакать, Кира, надо не вам. Плакать надо мне. Так что идите быстренько умойтесь и приведите себя в порядок. Как же договор? Идите. Я сама его найду. Хорошо. Лариса поняла, что не позволит Олегу обидеть Киру. Для начала Лариса вернула злополучный договор на место. Понимаете, я думала, что Кира его любовница. Я хотела ее подставить и уволить. Но выяснилось, что они с Романом скоро поженятся. Она очень хорошая девушка. Она даже напомнила мне меня несколько лет назад, какой я была. И вы поняли, что дело не в Кире, а в вашем муже. Да. И я вдруг поняла, что я оказалась в такой ситуации, когда... Когда мой муж может уйти не просто к какой-то конкретной женщине, а он может уйти от меня. Что на месте Киры может оказаться любая другая. Но вы же не на необитаемом острове живете. Оглянитесь вокруг повнимательнее. Наверняка среди вашего окружения найдутся люди, которые смогут вам помочь. Роман, постой. Здрасте. Здравствуй. Кира мне все рассказала про вас с ней. Конечно. Что еще от нее ждать? Нет, пожалуйста, ты не сердись на нее. Она ни в чем не виновата. А вот работать вам действительно вместе не стоит. Понимаешь, отношения между супругами чаще всего портятся, когда им приходится вместе работать. А теперь нас обоих уволите? Нет. Но ты должен выполнить одно очень важное задание. Какое? Тебе нужно немедленно попросить у Киры прощения. Лариса Сергеевна, вы представляете, нашелся. Я эту пачку три раза просматривала. Ну вот и хорошо. Иди сюда, присядь. Ну как с Романом? Помирились? Да, помирились. Но он сказал мне, что вы не советуете нам работать вместе. Да, я советую. Посмотри на нас с Олегом Вадимовичем. Видишь, к чему это приводит. Ну почему же вы не уйдете от него, раз он такой? Я не могу. Я очень люблю его. Да и этот бизнес мы создавали для нас двоих. Знаешь, мне даже рожать было некогда. Но, собственно, это дело и стало нашим общим ребенком. Поэтому, если не будет нас, то не будет и фирмы. Лариса Сергеевна, я, конечно, понимаю, что это не мое дело. Но, может быть, мы с Ромкой поможем помочь чем-то? Да, можете. Кира, у меня есть, честно говоря, один план. Но если уж он не поможет, то тогда ничего не поможет. Отношения Ларисы со своим мужем Олегом давно превратились в деловое партнерство. Все основные заботы в ведении дел в фирме Лариса взяла на себя. Но однажды она поняла, что не интересует мужа как женщина. Чтобы сохранить семью, она решилась на интригу. Дома Лариса приступила к выполнению задуманного. Знаешь, я решила на недельку съездить на море. Угу. С договорами вроде затишье. Так что, я думаю, что ты справишься. Конечно. Я вот тут еще себе купальник прикупила. Новый. Очень хорошо. Да. Можно? Олег Вадимович. Тут такое дело. У меня тетушка завалила в другом городе. А за ней ухаживать совсем некому. К ней хочешь поехать? Надолго? Да нет, всего на неделю. Потом место в больнице освободится и ее туда положат. Ну, отпуск тебе еще по закону не положен. Ну, ладно, езжай. Потом эти дни у тебя из отпуска вышлют. Спасибо, Олег Вадимович. До свидания. Спасибо. Да, да, да. Я звонил. Угу. Через неделю Лариса вернулась с моря. Она попросила Романа встретить ее. Лара. А что ты не позвонила, когда приедешь? Я бы тебя встретил. Здрасте. А зачем? Роман прекрасно со всем справился. Щенок паршивый. С чем это ты справился? Совсем. Ты что, меня в офисе молодого любовничка завела? А потом с ним на море укатила, что ли? Слушай, пойдем домой. Я тебе все объясню. Возьми чемодан. Все, всего хорошего, Роман. До свидания. До свидания. Всего доброго. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ну, объясни мне, что все это значит. Ты знаешь, на отдыхе я много думала. И я решила, я ухожу из фирмы и от тебя. Ты что, почему? А мы устали друг от друга. А я от тебя уже отдохнул. Даже слишком хорошо отдохнул. Потому что соскучился. Знаешь, я понял, что я тебя люблю. Что все эти смазливые мордашки не стоят ни одной твоей морщинки. Ой. Зачем тебе это, мальчишка? Да у нас ничего не было. Просто я попросила Ромку мне подыграть. Ну, только я боюсь, что у нас, у нас с тобой опять все будет плохо. Куча работы, заброшенный дом. Ну, вот это уже не будет. Потому что я увольняю тебя. В смысле? Ну, вернее, перевожу с повышением. Не понимаю. Ну, вначале у тебя будет нормированный рабочий день. А потом, я надеюсь, ты уйдешь в длительный отпуск. В декретный? Это правда? Да. Ты тоже хочешь ребенка? В реальной жизни от женщины требуется огромное искусство совместить дом и работу. Посвящая себя только работе, женщина рискует потерять семью. Посвящая себя только семье, женщина рискует потерять себя. Наша героиня, посвятив себя работе, забыла о том, что она женщина, и забросила дом. Однако явные свидетельства измены мужа заставили ее задуматься о том, что происходит. И только вспомнив, что она женщина, проявив огромное женское искусство, она смогла возвратить мужа и почувствовать перспективу развития семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова